18 лекция из цикла, посвященного истории войны за независимость Израиля и ее предпосылкам. В этой лекции, как и обещано, я намерен говорить о силах, которыми располагал еврейский Ишу в ходе войны за независимость Израиля. Во-первых, в начальный период этой войны, затем как росла численность и оснащенность отчасти израильских вооруженных сил уже по ходу войны. И в конце я намерен провести некоторое сравнение с арабскими вооруженными силами, участвовавшими в конфликте, в том числе и с регулярными арабскими армиями. Все это уложится у нас в одну лекцию или в две лекции, в зависимости от того, как пойдет темп изложения. Начинаем мы с самого начала, 30 ноября 1947 года, начало войны за независимость. И к этому моменту, как все, наверное, помнят, существовала крупная, более или менее общенациональная военная организация АГНА, некоторая милиция общенациональная, существовали две правые военные организации Эцель и Элехи. Говорим об их численности и составе. АГНА по разным оценкам составляла ее общая численность в то время от 35 до 45 тысяч человек. Разница, казалось бы, очень значительная, но на самом деле сейчас станет понятно, что почти никакого значения она не имеет. Потому что реально единственной отмобилизованной силой АГНА к началу конфликта был Пальмах. Те самые ударные роты АГНА, которые создавались с 1942 года. На первом этапе еще при участии англичан, которые опасались германского вторжения в Палестину. И затем, когда англичане после победы под Эль-Аламейном утратили к этому интерес, я рассказывал, что руководство Ишува и Кибуцное движение решили сохранить эту отмобилизованную силу. Была найдена для этого некоторая схема, скажем, обеспечения, финансирования. И к началу войны за независимость Израиля Пальмах насчитывал 2100 бойцов в 12 ротах. В 12 ротах, то есть, скажем, если мы будем, условно говоря, делить это на 3 роты на батальон, то это 4 батальона. То есть, возможность объединения этих сил, скажем так, в одну бригаду. Но реального опыта, даже тренировочного опыта действия в таком формате, как батальонный, не говоря уже про бригадный, у Пальмаха не было. Тем не менее, это была, во-первых, это была постоянно отмобилизованная сила, то есть, она имелась в наличии. Во-вторых, она имела, в общем, по меркам того времени, довольно неплохую подготовку. А именно, так сказать, это были кадры, подготовленные к войне на открытой местности, к динамичной маневренной войне. Это были кадры, подготовленные в той или иной степени к решению таких тактических задач, как, например, захват укрепленных позиций противника, захват населенных пунктов. Не все, не в равной мере, они были этому обучены. Но, тем не менее, это, во-первых, было наиболее обучено, во-вторых, это была наличная, то есть, уже отмобилизованная сила. И, кроме того, помимо 2100 бойцов, уже имевшихся, существовал так называемый резерв Пальмаха, то есть, бывшие пальмахники, которые ушли в гражданское состояние, но были готовы вернуться, были приписаны к каким-то подразделениям, и этот резерв Пальмаха составлял тысячу человек. Нужно еще раз подчеркнуть, в качестве отмобилизованной, наличной, уже существующей силы, это все, чем располагал организованный Ешуф в начальный период, в момент начала войны за независимость Израиля. Все, что потом происходило в плане развертывания Аганы, и я буду говорить дальше о ее мобилизации и так далее, на более позднем этапе уже и обмобилизации в армию оборону Израиля, уже после провозглашения государства, на раннем этапе все это происходило под прикрытием Пальмаха, который буквально, так сказать, столкнулся с колоссальной нагрузкой при необходимости обеспечивать охрану населенных пунктов и транспортных конвоев сразу во многих местах, практически почти по всей территории страны, вот этими наличными силами. Кроме того, Агана, если мы возьмем за основу более значительную оценку, а именно, допустим, что это было всего около 45 тысяч человек, значит, 10 тысяч из них входили в так называемые подразделения в полевые части. Хельсаде, это называлось полевые части, сокращенно ХИШ. Это были, в общем, в основном молодые люди, прошедшие некоторую начальную военную подготовку и хотя бы теоретически готовившиеся к тому, что им придется вести боевые действия на открытой местности, то есть не просто охранять какой-нибудь, я не знаю, там, сарай, окоп или что-то, да, статично, но к какой-то маневренной форме боевых действий на открытой местности. Подготовка эта была очень и очень условной, во-первых, но все-таки, так сказать, это считалось, что это полевые части, во-вторых, это нужно еще раз подчеркнуть, эти люди были обычными гражданами страны, они не были отмобилизованы, они были приписаны к этим формированиям полевых частей, но, во-первых, далеко и не для всех существовало готовое оружие, во-вторых, их нужно было заново призвать, как-то заново провести через какую-то подготовку более-менее углубленную и так далее. Основную уже часть кадров Аганы, то есть еще там порядка 30 тысяч человек, составляли так называемые гарнизонные части или Хэль-Мишмар, где были люди более таких возрастов, вплоть до 50 лет, которые совсем уж имели совсем начальную военную подготовку и которые были сокращенно, Хэль-Мишмар называется Хим, были готовы вести статичные какие-то боевые действия, а именно охранять свои населенные пункты, охранять какие-то кварталы в городах со смешанным населением, занимать, может быть, какие-то позиции на баррикадах и так далее. Даже в теории, а теория, так сказать, в каком-то смысле была склонна выдавать желаемое за действительное, эти люди даже в теории не были подготовлены и не было рассчитано на то, что они смогут вести маневренные боевые действия на открытой местности. Таким образом, у нас есть где-то 40, может быть, с чем-то, вместе с пальмахом тысяч бойцов Аганы, подавляющее большинство из которых было, во-первых, еще просто на бумаге, то есть это были люди не отмобилизованные реально, и, во-вторых, основная их масса была пригодна лишь к некоторым милицейским охранным функциям статичного характера. Дальше. Из правых военных организаций крупнейшая, разумеется, была ЭЦЭЛ, и она насчитывала примерно 3000 членов. Но это были 3000 членов, бойцов из них было несколько сот человек. Остальные это были люди, которые принимали участие, скажем, в каких-то акциях типа расклеивания, разбрасывания листовок, тайного какой-то логистики, перенести, доставить оружие из одного места в другое. То есть они принимали участие, они были членами этой военной организации, они принимали участие какой-то вот в этой партизанской войне, которая велась, в городской партизанской войне, которая велась ЭЦЭЛем в последние годы британского мандата, но реально бойцов из них было несколько сотен человек. И, наконец, ЭЛЕХИ, в которой было всего от 300 до 500 членов, и из них несколько десятков бойцов. Причем, когда мы говорим о бойцах ЭЦЭЛе и ЭЛЕХИ, нужно учитывать, это были люди, имевшие опыт городской партизанской войны. Лишь единицы из них, а именно те, кто прошли службу в британской армии, или в других иностранных армиях, имели вообще какую-то подготовку к такого рода боевым действиям, как маневренная война, наступление на какой-то населенный пункт, попытка захвата укрепленных позиций и так далее. То есть в состоянии, равном тому, которое хотя бы в теории признавалось за Пальмахом, находились не все бойцы ЭЦЭЛе и ЭЛЕХИ, а из этих нескольких сотен бойцов ЭЦЭЛе и нескольких десятков бойцов ЭЛЕХИ, это были, в общем, более или менее единицы. Просто все остальные к этому практически и не готовились. Таковы общие, так сказать, показатели. Нужно также учитывать, что в составе ЕЦЭЛа было тогда примерно 26 тысяч ветеранов британской армии. И это, конечно, был существенный кадровый резерв, но это не отдельная цифра. А именно практически все эти люди были или уже записаны в кадровый резерв Аганы, или некоторые из них были даже и в Пальмахе, кто-то в ЭЦЭЛе, кто-то в ЭЛЕХИ. Ну, в ЭЛЕХИ это может быть совсем экзотика, но в ЭЦЭЛе были бывшие военнослужащие британской армии. То есть реально это практически совпадающие цифры. Это не то, что где-то отдельно еще было 26 тысяч ветеранов, а по сути дела, так сказать, как бы тот кадровый ресурс, который был описан выше, и который составлял при самой щедрой максимальной оценке что-нибудь 43, может быть, 45 тысяч человек, он включал практически всех этих ветеранов британской армии. Еще одна составляющая силы, которую располагал еврейский СУФ, это была так называемая полиция поселений, созданная, так сказать, англичанами, и подчинявшаяся им формально, но де-факто подчинявшаяся Агане, командованию Аганы. И в составе этой полиции поселений, так называемых Нот-Ирым, было 1800 человек. Еще раз, цифры, так сказать, как бы в совокупности, может быть, и дающие что-то, приближающееся к той цифре в 50 тысяч местных палестинских арабов, которые хотя бы единоразово участвовали в военных действиях против Ешова, нападали на какие-то поселения, конвои и так далее, но на деле, так же, как, впрочем, и у арабов, да, подавляющее большинство из этих людей, они еще не были какой-то реальной боеготовой, боеспособной силой к началу войны. Фактически, единственный наличный, способный сразу же действовать, способный выполнять какие-то задания силой был Пальмах, который, естественно, с началом войны стал быстро брать людей из своего резерва. Вообще, в ходе войны его численность увеличилась до 6 тысяч человек, он действовал в составе трех бригад – Эр-Эль, Ифтах и Ганегев, то есть он, можно сказать, троекратно увеличил свою численность в ходе войны за независимость Израиля, но на первом этапе, конечно, это было не троекратное увеличение, а вот просто это тысяча резерва Пальмаха, которая уже была подготовлена и которую можно было быстро использовать, она стала призываться, и это была основная сила прикрытия, которая использовалась Ешовом в первые месяцы войны, а когда мы уже будем говорить про сами боевые действия, то зрители и слушатели увидят, что, в общем, задач оказалось сразу довольно много, именно потому что боевые действия велись во многих местах, и обеспечение безопасности населенных пунктов и транспортных конвоев требовало очень и очень существенных боевых затрат. Теперь, к началу января 1948 года, то есть это примерно через месяц с небольшим после начала войны, вот мобилизованное состояние, причем еще добровольно, это еще не призыв, а добровольно, было переведено 2436 бойцов полевых частей Хиш и 2068 бойцов гарнизонных частей Хельмишмар Хим, да, то есть вместе с полностью уже взявшим свой резерв Пальмахом, все это составляло к началу января 7604 человека, допустим, мы можем предположить, что были какие-то дополнительные кадры за счет полиции поселений, в той степени, в которой она не будет в однозначном тождестве с Аганой, но вот примерно такого рода численность имелась к началу января. Если мы говорим теперь про правые организации, которые в этот период еще существуют отдельно, здесь мы имеем всю ту же картину, которая была и раньше, а именно есть несколько сотен бойцов Эцеля и несколько десятков бойцов Лехи. В феврале 1948 года руководство Ишева объявляет обязательную регистрацию на призывных пунктах. Когда мы говорим здесь слово «обязательное», нужно понимать, что сила этой обязательности была в каком-то отношении условно, это еще не было государство, так сказать, подчинение такого рода указам, оно тоже было в некотором смысле добровольным, хотя они уже и публиковались как указы, было понятно, что скоро англичане уйдут, и это уже будут указы государства, но пока что это еще не государство, мы говорим про февраль 1948 года. Итак, была объявлена обязательная регистрация на призывных пунктах мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, а затем уже и всех бездетных мужчин возрастов от 18 до 35 лет. В начале апреля зарегистрировавшихся таким образом, но еще не призванных военнообязанных, было 100 тысяч человек, в том числе мужчины возрастных групп от 18 до 35 лет составляли 82,5%. То есть, по 17,5% соответственно, это были женщины, которые тогда еще регистрировались добровольно, или мужчины тех возрастов, которые не призывались в обязательном порядке, вернее, не должны были регистрироваться в качестве военнообязанных в обязательном порядке, но они это, тем не менее, сделали. 18 апреля 1948 года, примерно за месяц, чуть уже даже меньше, чем за месяц, до срока окончания мандатного управления, следует указ руководства Ишува о призыве во вспомогательные части незамужних и замужних бездетных женщин в возрасте от 18 до 25 лет. Итак, мы теперь говорим про апрель 1948 года. Это уже период, когда ведутся уже в очень широком масштабе боевые действия, теперь они ведутся уже довольно значительными силами Аганы, ведутся маневренно, уже ведутся в наступательном ритме, это уже, так сказать, апрельский перелом 1948 года. К этому времени всего в составе Аганы было 22 тысячи человек, в том числе в боевых частях 16 тысяч человек. То есть, опять же, когда мы говорили до этого про 100 тысяч зарегистрировавшихся, они сделали то, что от них зависело, то, что от них требовало, государство или, скажем так, национальное руководство, но они еще не были реально призваны, потому что темпы призыва и подготовки были значительно меньше, чем темпы регистрации. Ну и, опять же, поскольку апрель – это еще период, когда отдельным образом существуют правые военные организации, нужно упомянуть, что там также в общей сложности сотни бойцов имелись, и они уже довольно активно действуют в этот период. 4 мая 1948 года, то есть это за 10 дней до окончания британского мандата, объявлено, что подлежат призыву все мужчины в возрасте от 26 до 35 лет, включая имеющих детей. До этого имеющих детей не призывали. 20 июня 1948 года – это уже после провозглашения государства, это уже почти одновременно с приказом о реорганизации существующих военных структур в армию обороны Израиля. Так вот, всего в этот момент, в этот день, 20 июня 1948 года, было объявлено, что подлежат призыву все мужчины в возрасте до 41 года. 28 июня 1948 года все военнослужащие уже созданного ЦАЛа, армии обороны Израиля, были приведены к присяге, и их насчитывалось тогда 54 тысячи, 486 человек, естественно, во всех боевых, вспомогательных, тыловых, учебных и так далее частях, насчитывалось их 54 с половиной тысячи человек. Здесь уже отдельно не приходится говорить про правые военные организации, поскольку их члены влились в армию обороны Израиля, в том числе 3700 человек в организованном порядке, как члены ЭЦЛа были призваны в армию. Тут может возникнуть вопрос, почему их стало 3700 человек, а было к концу 47 года 3000. Но, во-первых, нужно учитывать, что стали возвращаться из Кении, Эритреи, депортированные туда подпольщики ЭЦЛ, депортированные туда англичанами, и, во-вторых, просто происходил рост численности, то есть люди присоединялись к этой организации уже и на фоне идущей войны за независимость Израиля. И во время создания армии обороны Израиля наибольшее число членов ЭЦЛа влилось в 57-й батальон бригады Гевати, также был значительный призыв в 37-й батальон бригады Александронии, потом он был переименован в 45-й батальон бригады Киряти. То есть мы видим здесь уже, что 3700 членов ЭЦЛа просто организованно пошли и стали частью израильской армии. Позже, после событий, связанных с расстрелом Эль-Толены, это отдельный эпизод, о котором будем упоминать в дальнейшем, эти более или менее гомогенные части были рассредоточены, руководство страны во главе с Бен-Гурионом не хотело большого сосредоточения выходцев из ЭЦЛа в тех или иных подразделениях, которые приобретали таким образом политический гомогенный характер. Но на первом этапе, то есть в июне 48-го года, до событий еще с Эль-Толеной, они таким образом более или менее организованно призывались в несколько конкретных батальонов. Не только в них, но, так сказать, значительное количество в эти батальоны. Итак, это у нас конец июня 48-го года, и к этому моменту примерно 54,5 тысячи человек, как я уже сказал, всего в армии обороны Израиля, в том числе в боевых частях сухопутных войск, порядка 27 тысяч человек. Это если мы говорим о численности, скажем так, в начальный период, и даже уже не в самый начальный период войны, позже я скажу о численности, которые достигла армия обороны Израиля к концу войны за независимость, но это будет уже, скажем так, отдельным пунктом в нашем повествовании. Пока что я хочу упомянуть о том, что еще имелось у Ишуа к моменту начала войны за независимость. А это, как я уже не раз отмечал в прошлом, тайная военная промышленность Аганы, и ТАСС, которая, в общем, так сказать, располагала неплохими производственными возможностями. Для начала отметим, что к началу войны, то есть к моменту принятия решения ООН о создании еврейского государства, во всех подразделениях Аганы и на созданных этой организации складах имелось следующее качество оружия. Я в разных книгах находил разные списки, они разнятся, но не очень сильно. Я следую одному из них тому, что приводится в многотомной истории Эрец Исраиль, в ее заключительном томе, посвященном войне за независимость Израиля. В некоторых других, как я уже сказал, книгах можно увидеть эти списки несколько отличающимися. Я не стану фиксировать внимание на этих различиях, поскольку они действительно не очень велики. Итак, имелось у Аганы и в ее действующих частях, и на складах 10 489 винтовок разных систем, 2666 пистолетов-пулеметов, 3830 пистолетов, 702 ручных пулемета, 186 танковых пулеметов, 672 двухдюймовых миномета и 92 трехдюймовых миномета. Было также оружие полиции и поселений, вот этих внутрим, о которых я упомянул, и оно тоже, как я уже сказал, фактически находилось в распоряжении Аганы. Теперь, когда мы им говорим про вот это имевшееся оружие, нужно понимать, что часть его была просто похищена у англичан, часть разными путями закуплена за границей, часть куплена у коррумпированных английских военных, но немалая часть также и произведена на подпольных заводах Аганы. Йосеф Авидар, который был одним из создателей этой тайной промышленности и затем стал первым начальником интендантского управления ЦАГЭЛа, он утверждал, что в период с октября 1947 года по июль 1948 года предприятиями Аганы было произведено и поставлено в войска 3 миллиона патронов, 9-миллиметровых патронов для пистолетов-пулеметов, 150 тысяч ручных гранат системы МИЛС, 16 тысяч пистолетов-пулеметов, это была копия британского Стэна, и 210 трехдюймовых минометов, 130 тысяч мин к ним. В стране также было налажено тайное производство мин, обычных, не минометных мин, огнеметов, пехотного противотанкового оружия гранатометов, ПИАТ они назывались, и бутылок-зажигательной смесью. Это, скажем так, об оружии, которое имелось у Аганы и производилось ее предприятием. На предприятиях Аганы также производились бронемашины трех разных типов. Ну, во-первых, это были просто обшитые стальными плитами грузовики и автобусы, во-вторых, это были бронекабины на шасси обычных гражданских автомобилей и бронекабины на шасси гражданских внедорожников. Некоторые из этих машин, в первую очередь джипов, внедорожников, они оснащались турельными пулеметами, и, естественным образом, эти машины имели очень большое значение. Когда нужно было прорываться в целях обеспечения Иерусалима или каких-то других блокированных районов, населенных пунктов, конвоями, это осуществлялось с помощью бронемашин, которые производились на предприятиях Аганы. Затем, уже ближе к уходу англичан, с мая 1948 года разными окольными путями со складов американской армии в Европе начинают поступать в Израиль, еще не был провозглашен Израиль, но, скажем, начинают сюда поступать американские полугусеничные бронетранспортеры. 14 мая, то есть в последний день британского мандатного управления, у англичан был куплен в Хайфе американский танк «Шерман», первый танк будущей армии обороны Израиля. Месяц спустя в Тель-Авив были доставлены морем 10 легких французских танков «Гочкис». 29 июня, накануне эвакуации последнего британского гарнизона, который еще оставался тогда в районе Хайфы, у англичан были куплены два крейсерских танка «Кромвель». Все эти машины были переданы 8-й бригаде ЦААЛа, 8-й бригаде армии обороны Израиля, которой командовал Ицхак Саде, создатель Пальмаха, носивший уважительное прозвище, Азакен, старик. Я упоминал прежде о его конфликтах с другим стариком, с Бен-Гурионом. Потом из-за этих конфликтов он не был назначен командиром одной из первых создававшихся бригад ЦААЛа, но все-таки командиром 8-й бригады он был назначен, и именно эта бригада получила все те немногочисленные танки, которыми Израиль сумел обзавестись в мае-июне 1948 года, то есть уже на фоне арабского вторжения, в том числе располагавшего и танковыми силами, другой бронетехникой, артиллерии и так далее. Что теперь мы должны отметить? Что, во-первых, при всех замечательных возможностях подпольной израильской, в то время еврейской, военной промышленности, технические условия на ее предприятиях были таковы, что качество производимого оружия, оно было, в общем, далеко не всегда удовлетворительным. Например, производившиеся здесь пистолеты-пулеметы Стэн, ну, копия британского Стэна, они имели печальную такую закономерность, что довольно часто они могли бы вести огонь только одиночными выстрелами. То есть, проку от них, как от пистолетов-пулеметов, не всегда можно было ожидать. Но даже если мы оставим вопрос о качестве в стране, нужно признать, что реальные темпы, реальные потребности воюющей армии, уже особенно на стадии массового вторжения регулярных арабских армий, собственная промышленность Аганы не могла обеспечить. Просто, так сказать, потребности эти росли так быстро, что требовались поставки за границы. И в этом контексте совершенно исключительное значение имела сделка с Чехословакией, о которой я уже упоминал. Упоминал о том, что первый контракт на сумму 750 тысяч долларов был подписан еще с коалиционным правительством Климента Готвальда в январе 1948 года. Всего в ходе войны за независимость с Чехословакией были закрепчены контракты на общую сумму 23 миллиона долларов. Это были большие деньги по меркам того времени. И оружие это, закупавшееся в Чехословакии, стало поступать сюда уже в начале апреля 1948 года. И когда мы говорим про апрельский перелом, он связан не только с поступлением чехословацкого оружия, он связан просто с тем, что процесс формирования вооруженных сил 12 бригад Аганы, который был начат в декабре, допустим, в ноябре-декабре 1947 года, он к этому моменту уже позволял использовать какие-то из созданных этих бригад в активных наступательных действиях. Но тем не менее, также и то, что стало поступать это оружие в начале апреля, имело очень большое значение для успехов Аганы в тот период. Так вот, первая партия, которая апрельская партия оружия прибавшего из Чехословакии, включала свыше 20 тысяч винтовок, 2815 ручных пулеметов, 200 танковых пулеметов Беса и большое количество боеприпасов. Всего же до конца войны Чехословакия поставила Израилю 47 тысяч винтовок, в основном это были Маузер 98К, но также и некоторых других моделей, 10 тысяч штыков, 5515 ручных пулеметов МГ-34, 900 пулеметов Беса, 500 легких ручных пулеметов ЗБ-26, «Сброевка Барно» называется предприятие, на котором они производились эти ручные пулеметы, 500 пистолетов Чезет, 12 пистолетов-пулеметов ЗК-383, 10 полуавтоматических винтовок, ну, это здесь уже идет мелочь, всякая ЗК-420, свыше 107 миллионов патронов различных калибров и 25 истребителей Авиа С-199, я уже говорил, что это была копия немецкого Мессершмитта, Месс-109, основного немецкого истребителя в ходе войны, и также 61 истребитель Супермарин Спитфайр британского производства, да, это объем закупок чехословацкого оружия в ходе войны за независимость, и если оставить всякую там мелочь каких-то полуавтоматических винтовок, небольшое число и так далее, мы говорим про 47 тысяч винтовок, это 5515 ручных пулеметов, это очень большие цифры, это очень большой объем, не говоря уже про самолеты, которые составили основу военно-воздушных сил, только что созданной армией обороны Израиля. Естественно, что Советский Союз, санкционировавший эти поставки, он имел вполне определенные виды в связи с той, скажем так, политической благодарностью и лояльностью, которую он хотел бы видеть со стороны Израиля в обмен на оказанную ему помощь, но при этом, конечно же, в Москве не были слепы и понимали, что происходит здесь, а происходило здесь примерно следующее, что здесь я забегаю вперед, ну, так сказать, просто, чтобы закрыть эту тему с поставками чехословацкого оружия, что еще в начале войны Бен-Гурион предпринял попытку распустить Пальмах. С одной стороны, это были наиболее боеспособные части Аганы, с другой стороны, в политическом отношении они находились под очень сильным влиянием социалистической Объединенной Рабочей Партии, поскольку базировались они в кибуце в течение многих лет, и, в общем, идеологически они были индоктринированы гораздо более таким, как бы, левым образом, чем реальная платформа Бен-Гуриона. В тот момент он не решился этого делать по разным причинам, так сказать, столкнулся с большим сопротивлением, но к ноябрю 48-го года в Пальмах его отдельное командование было распущено, и это не был единственный элемент сдерживания левых кадров в армии обороны Израиля. Это было видно также и по многим другим направлениям, было видно, что Бен-Гурион очень остерегается людей, приверженных партии МАПАМ, что он даже готов, несмотря на их высокие офицерские и командирские качества, блокировать их продвижение. Это было все уже к концу 48-го года видно, и поэтому, например, в ноябре 48-го года израильская попытка договориться с Советским Союзом о закупке танков, она встретила отказ, да, так сказать, тут прозвучала ссылка на международный эмбарго, который действительно действовал, но до этого, скажем так, международный эмбарго не мешало, поставки велись. Ну, тут можно, конечно, сказать, что танки – это более узнаваемый компонент, например, да, там, скажем, если это вдруг появились бы здесь Т-34-85, то сразу бы стало понятно, откуда они поступают. Тоже, наверное, можно было найти обходные пути, так или иначе, в ноябре 48-го года эта просьба израильская о поставке танков, она уже была вежливо отклонена. А затем в январе 49-го года на состоявшихся выборах в учредительное собрание, оно уже КНЕС от первого созыва, партия Бангариона достигла убедительной победы, стало ясно, что МАПАМ, объединенная рабочая партия, является лишь некоторой фракционной силой, если я не ошибаюсь, у нее было 19 мандатов в первом КНЕСе, во всяком случае, стало ясно, что власть страны оказывается не у нее, и что к тому же ее кадры активно сдерживаются Бангарионом в армии, и после этого поставки оружия прекратились на довольно долгий срок, потом какие-то остаточные сделки реализовывались и позже, но в принципе вот январь 49-го года победа Бангариона и его партии МАПАЙ на выборах в учредительное собрание, они, в общем, так сказать, если не положили конец этому полумедовому месяцу в отношениях между Советским Союзом и Израилем, то, в общем, стали некоторым таким резким тормозом дальнейшего военно-технического сотрудничества. Но на протяжении всего 48-го года практически эта помощь через Чехословакию оказывалась, и она имела совершенно неоценимое значение для Израиля в тех условиях. Ну и, пожалуй, на этом можно закончить 18-ю лекцию с тем, чтобы некоторые другие вопросы, связанные с дальнейшим ростом, численностью, реальным его составом и так далее, затронуть отдельным образом в нашей 19-й лекции. Субтитры создавал DimaTorzok